Привет, ребят! Перед началом видео я вам рекомендую удобный сервис по подбору и продаже авто Carvega. Есть удобное и выгодное решение. Автомобильный сервис Carvega.ru Его основная особенность в том, что на главной странице сервиса вы не увидите объявления о продаже автомобилей, а наоборот, вы увидите покупателей. То есть на сервисе не покупатели ищут продавцов, а наоборот, продавцы ищут покупателей и связываются с ними. Вам достаточно создать объявление о покупке, либо о продаже авто, в зависимости от того, чего вам нужно. Выбирайте, какое авто вам нужно купить или какое авто вам нужно продать. Указывайте все данные, какие вам нужны, какую машину вы хотите. Сервис покажет вам запрос данных моделей, подходящий под ваш запрос. Допустим, ребят, я хочу купить себе Mercedes C-класса легковые. Выбираем состояние с пробегом. Готово. Год выпуска от 2010 до 2013. Цена до миллиона. Выбираем C-класс, ставим галочку. Выбрали год. Ставим привод полный. Готово. Через ВКонтакте можно логиниться, можно через Facebook, логиниться через Facebook. Размещаем объявление о той машине, которая нам нужна. И продавцы данной модели, которая нам подходит, сами находят наше объявление и связываются с нами. Так мы можем купить себе авто. Также вы можете его и продать. Выкладываете, какая у вас машина есть, и вас находят. Либо вы можете найти покупателя на этом сервисе. Сервис очень удобный. Но самое главное, что теперь и продавцы, и автосалоны сами будут вас находить и предлагать вам интересные и выгодные варианты. Если вы не хотите отвечать на кучу звонков, то просто скрывайте свой номер телефона в профиле, и варианты поступают к вам в мессенджер. Желательно скачать приложение или указывать почту, чтобы не пропустить выгодное предложение. Ребята, весь функционал сервиса полностью бесплатный, а регистрация займет не более минуты. Так что регистрируемся и пробуем. Ссылочку оставляю в описании. Переходим, опробуем новый сервис. Если кому нужно купить авто или продать, Carvego вам в помощь. Ссылка в описании. Рекомендую. Carvego. Купи-продай автомобиль по-новому. Я нахожусь в Пэке, сейчас пойду получать свою посылку, которая у меня пришла из Тольятти. GoPro сказала пока, ей уже просто пятый год идет, видимо она передумала работать уже. Часто у меня спрашиваете, Ваня, а где ты заказываешь ништяки на 12? А я вам отвечу, это автокомпоненты, город Тольятти. Я у них заказывал задние диодные фонари, и сейчас я у них заказал ништяки в салон с суммой практически на 10 тысяч рублей. Короче, это просто пипец как годно, так что кому тоже нужно, ссылочку оставляю в описании, автокомпоненты, город Тольятти, группа ВКонтакте, все ништяки на 12, я заказываю там. Так, ребят, в общем забрал я посылку от автокомпонента в город Тольятти, давайте посмотрим, что они мне прислали. Ну, как бы я знаю, но все позиции не помню, тут очень много всего. Вот это, например, полка в багажник, деревянный пол в багажник. Давайте распакуем, я уже начал, просто звук не записался. Вот такая вот полочка с как бы отверстием для запаски. Смотрите, ребят, вытаскиваем старую, вот она, она вообще не деревянная, ничего не держит, выкидываем ее. Этот колхоз тоже выкидываем. Новые ручки открывания двери, потому что старые все покоцанные. Теперь сами вот эти ручки, за которые ты держишься. Подлокотник, кожа, блин, очень круто выглядит, очень дорого, как будто, ну блин, уровень, да, достойный. Вон вот на замочке, на молнии, вот такой вот. Что-то непонятное. Вот этот точно я не заказывал. Это жабо приора, да. Это накладки сидений, ребят, чтобы не было видно, что под сидением находится, как в тазах, там все просветилось, обеспечивается. Это как раз вот накладочки. О, что это? Вставки дверей. То есть хватит и назад, и вперед, то есть вставки дверей теперь будут вот такими. Блин, ребят, это очень круто. Так, углы. У меня сломаны углы. Вы мне часто писали, типа, Ваня, где заглушка зеркала водительская? Вот она. Просто моя сломалась. Здесь должна быть ручка КПП и ручка ручника. Вот у меня сломаны были вставки, фиксаторы задних подголовников. Мне подогнали. Сейчас мы как раз с вами установим задние подголовники. О, и значок 1.6 на ЦВ. Как же я про него забыл? Вот сюда, на крышку багажника. Просто пушка. Ааа, блядь. И вот такой вот презент от автокомпонентов, город Тольятти. Ссылочка в описании, ребят. Все, ребят, это было все. Здесь товара общей суммой на 8750 рублей. Практически 10 тысяч. Ну, плюс доставка еще вышла 592 рубля. 9350 рублей выходит эта серия. Давайте возьмем и установим все это в двенашку. Погнали. Так, ребят, здесь в ткани нету дырок под фиксаторы подголовников. Поэтому я сам их прорезаю вот так вот отверткой, там, ножиком. Вот, нащупываю там, где находится этот разъем и протыкаю. Вот. И потом уже вставляю сюда сам фиксатор. Ну, я не удивлен, ребят. Тут все на изоленте, реально. Все на изоленте, реально. Ёп. О, нормально. Вот, вот такая вот она была. Вся ободранная, смотрите. Ну, как я мог ездить так? Семь месяцев ездил с ней. Жесть. Да не, на самом деле так удобнее ездить. Нахер вообще эта ручка. Третья, четвертая, пятая. Гайд по установке ручки КПП. Сейчас буду устанавливать накладки на сиденье. Эту штуку откручиваем ее и кривим. В общем, накладки сиденья готовы. Здесь они крепятся на штатное место. Вот, на последний крепеж самого сиденья, выемка. Здесь, как бы, на свое усмотрение я сделал на саморез. Получилось нормально. Я оправдываю ожидания хейтеров. Не смотрю, как правильно делать. Делаю, как есть. Возможно, эти накладки для другого каркаса сидений. Потому что здесь нет никакого, как бы, крепления. Так что, вот так вот потихонечку, ребят, делаю. Так, ребят, горит чек. Горит лампочка бензина. Заезжаем на заправку. 42 рубля стоит у нас 92-й бензин. 41,99. Так, ребят, приехал я в ладо деталь. Нам надо купить масло, я не знаю еще какое. Не будем покупать Леви Моли, не будем покупать Мобил, потому что это все нахер дорого. Все, пойдем, какой-нибудь бюджет какой найдем и купим. Короче, у меня вот такое вот залито сейчас. Какое-то САЕ вообще ни хера непонятное. В туманке надо тоже с диоды поставить. Купил я, значит, 5W40 Лукойл, самый дорогой, Генезис. Полторы тысячи рублей стоит 1554 литра, синтетика. Погнали? Вон туда вот установим сейчас. Установим, зальем масло. Купил Бошевский, 295 рублей стоит. Были там и по 150, но нахер надо. Это Бош, черный. Получается уже 1850 замена. Все, ребят, залили мы масло. Лукойл, ну, который я вам показывал. Короче, ну, Лукойл это самое обычное масло для тазиков. Оно пойдет, как бы. Кто-то говорит, что оно говно. Но, типа, оно стоит, ребята, от 700 рублей до полутора тысяч. Это нормальная цена для нас, пацанов, которые, ну, как бы, не имеют средств покупать масло за 3000 рублей. Хотя, Леви Моли я видел там за 2500. Ща будем ставить подлокотник. Видите ржавую гайку? Сначала мы должны его открутить. Ключом на 8. И пришвартовать туда наш подлокотник. Поехали. Ребята, вот почему 11-я завелась, а моя нет? Кто-то такой старый. Акул с моей 12-ки, он у меня не работает. Он 11-й работает. А у меня, мы поставили аккумулятор японский, с 11-й, который я заводил последние 4 года, запускал. И он у меня не работает, потому что у меня электрики больше, я думаю, из-за этого. Но зато какая у меня машина-соска, а? Ну, вот чем машина лучше, чем больше с ней проблем, ребят, это факт. Снимаем аккумулятор, новый буду заказывать. Итак, ребят, процесс идет, но идет он медленно, потому что я делаю все один, и я делаю все на улице, и темнеет рано, нихера не видно. Надо, пора в гараж уже переезжать, а гаража у меня нет. Но либо едем на парковку, и там доделаем все, потому что на улице делать замерзаю жестко. Осталось нам ручки поставить, жабу от приора, вставки дверей и значок назад. Лада 1.616V вот сюда. Поставил я подлокотник. Вот так вот он выглядит, вообще круто. Кожаный. Ебой, пацаны. Мы стоим тут такие крутые, сейчас зафотаем, двенах у нас. Вот так вот, пацаны, вон, скорая проехать не может, а все почему, потому что какой-то мудак из госслужащих народа, будем так говорить, приехал, перекрыл дорогу, ну, потому что ему надо проехать. Хайпинг. 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 Вот почему бы не пофоткаться на МКАДе, кстати. Минут сорок, наверное, стояли, ребят. Симфастер. Хайпинг. Небольшое горе. Открывал капот, а он взял и сорвался с петель вот с этой стороны. Очень резко упор удернули его вверх, и я его не придержал, но он с петель сорвался, и теперь у меня вмятина. Но я это после зимы все буду делать. То есть все эти косяки мы будем устранять Значит так, ребят, сейчас ситуация такая У нас есть новые ручки и новые вставки дверей Мы снимаем старую ручку, ставим вставки дверей, чтобы ручки нам не мешали этого делать И ставим новые ручки, погнали Итак, получаем мы вот такую штуку Берем вот это наше Вот так вот берем, кладем И на степлер крепим Просто надо взять с запасом, чтобы можно было сюда ее завернуть и прикрепить на степлер Вот, поехали Все, ребята, одна сторона готова Вот такая красота, конечно, вообще Очень мягкая, очень приятная Го устанавливать Вот, почему я заказал новые ручки? Ну, потому что посмотрите на новую, посмотрите на старую Старая вся уже покоцанная была Особенно вот эта вещь была, убитая вообще вся Вот так, одна дверь готова Новые вставки дверей Новая ручка Погнали ту делать Тут вставка не какущая и ручка старая А там уже все новая каша Всем привет, ребят Сейчас поеду в сервис сремонтировать капоты У меня случилась беда Отлетел один штырь Сейчас приедем, покажу Машинка чистая На улице слякоть Ноль градусов Очень жалко, что я ее сейчас запачкаю Сейчас будем ставить новое жабо Приоровское Старое вот сняли Вот, тут болтики откручиваются В принципе, не сложно Дворники, естественно, надо снять Резинку отогнуть И омывайка еще там внутри осталась И фильтр еще поменяем Смена фильтрующего элемента Через каждые 30 тысяч километров Сейчас надо еще разобрать омывайку Вытащить Старого жабо Тут еще фильтр Вообще, короче, жесть Орева А вот новое Приоровское Должно встать Говорят, что встает 2170 Жабо, кстати, уже обломалось Ну, было вот так обломано То есть, вообще, был полный колхоз Пороги новые на BMW тут ставят Приваривать будут Смотрите, тачки одинакового цвета Я и моя банда Куда едем, не знаю, куда ты Навали и погромче, приятель Уносит даль нас громкая лада Садись, прокатим На бензин Сколько есть передайте Чувствую себя как Бугатти Говори, куда тебе Громкая лада По дорогам катит Сзади бумер Не обессуй Если бампер отвалится Прямо тебе по лицу Машина держится на стяжках Выхлоп пердит А че? Зато не в кредит Да Мама говорит Зачем окна заклеил Сын, ты теперь как бандит С жабо Там проблемы возникли Жабо приору 2 Оно просто так на десятку не поставится На десятое семейство Надо покупать форсунки омывайки Вот Чтобы воткнуть их в новое жабо В новом жабо сделать дырки для этих форсунок Так что не все так просто Но мы это жабо обязательно поставим Что я его зря заказывал что ли Вот поэтому некоторые пишут, что не ставятся Вот из-за этих мелочей Но мы сделаем дырки Все сделаем так как надо И поставим И будет у нас приоровское жабо А так ребята Лучше не парьтесь Покупайте оригинальное стоковое жабо Просто в черном цвете Или как он вам нравится И ставьте Потому что с этими Тюнингом конечно Заморочься Так что все давайте Я еду покупать форсунки омывателя Приезжаем Ставим новое жабо Жесть снега намело Ребят Сейчас поедем дрифтанем Ну мы едем делать вставки задних дверей Задние Задние вставки дверей Вставки задних дверей Так что чистимся и едем Надо было с задних мне начинать Потому что я уже приноровился И задние как идеально делаю А передние у меня там есть косяки Задняя кстати длиннее Надо с запасом брать ее В полную длину Вот нам последнюю осталось У меня тут еще есть Первый раз неудачно вырезал Вырезал какую-то херню Ее не хватило даже на переднюю Передняя короче Чем задняя Все ставим обратно ребята Вот этот клей хороший Кристалл Прозрачный клей момент Вот Приклеиваем обратно и все Потому что на эти пистоны Она не встанет Материал мешает И вообще невозможно вставить Стояла она вот на этих пистонах То есть эти пистоны вырываются Вот И обратно их уже никак не вставить Так у вас должно получиться Или лучше Так ребят Третья дверь готова Ставим новую ручку И Занимаемся последней четвертой дверью Дарксай Я и моя банда Куда едем не знаю куда ты Навали и погромче приятель Уносит даль нас громкая лада Садись прокатим На бензин сколько есть передайте Чувствую себя как Бугатти Говори куда тебе Громкая лада по дорогам катит Сзади бумер Не обессуй Если бампер отвалится прямо тебе Нам осталось поставить джабо Приоровское Купить для него форсунки омывайки Универсальные Бархотки внешние И вот эти ручки Но я их ставить не стал Потому что их неудобно откручивать И Они оказались такие же Мне казалось у меня потрепанные А они Заводы идут Такие убогие Серые Некрасивые На свежейках Так что Ставим джабо Ставим Один из следующих На сваливе Бархотки И эти ручки Потом Нихера Дрифт пацаны На двенаке На двенаке Дрифтуем со стороны цели от зоны вот прям тут досмотр какой-то короче перед новым годом сейчас еще одна двенашка подъедет как ездить на вас 2112 гайд если ты в бункере пешкере ну на самом деле естественно лучше так не делать ну а кто меня будет слушать по молодости все нарушают правила так что даже не смейте мне говорить то что подаю плохой пример так что как бы есть вот такой вот гайд у меня называется он третий ряд если дорога грязная так не надо делать то есть вы соседние машины опрыскиваете свою машину вы по грязи гоняете все ребят погнали финал очка а мы простые брат не на иномарке катим не хвастай нам свое авто и не сигнальном сзади тут на двинахе пацаны без проблеска в салоне выезжай на кольцевую посмотрим кто тут форме ты не ломи понты на своем карете брат посмотри на тот винарик по простецки он пиздат ты слышишь там басы в салоне качают ребят рустик заменил музычку был динамик слабоват твое немецкое авто все в оригинале от винаха собрана из разных вазовских деталей ты говоришь что твоя тачка классика брата хочешь классику увидеть завали на бабуан у четких пацанов тачки сделаны красиво и дядя что спешит за взятки не машинам ксивой не называя пущены она занижена по газам за сотку твоя планка дядя снижена прикольную штуку прислали автокомпоненты освежители салона очень приятный запах как будто дорогой одеколон ну вот и все ребята вы наверное зададитесь вопросом откуда такая огромная сумма 8750 рублей с доставкой плюс 600 получается 9350 вообще типа я сам не знаю вот когда на машину поставил вообще незаметно ну чё тут жабо вставки дверей деревянный пол ручки новые все уже 8 750 еще замена масла это 1850 вот и еще ремонт петли капота косарь вот так что плюс 2 850 прибавляем получается уже 12 200 ручка кпп плюс ручник черная вставка красная строка 1100 ручка кпп и ручник вставки дверей два листа полторы тысячи рублей накладки сидений 21 12 550 рублей пол деревянный 1400 подлокотник с красной строчкой 1300 жабо приора 2 800 рублей надпись 1 и 6 16 в 300 рублей втулка задних подголовников две штуки по 200 рублей 400 рублей углы зеркала две штуки 200 рублей итого восемь тысяч 750 это пипец вообще реально в салон двенашки такие суммы 12 200 серия вышла какие минусы я вам советую вообще поставить жабо стоковая приоровская но как бы хоть и встает нормально вот но здесь есть зазор то есть сейчас я вам покажу вблизи форсунки надо омывателя другие покупать потому что те крепятся на саморезы к старому жабо старая жабо состоит из двух частей первое и второе которому крепится форсунки омывателя саморезами здесь только одна часть высоту одна часть в ширину 2 и надо делать дырки под форсунки омывателя покупать специальные форсунки но не специальные как бы универсальные форсунки вот но круто выглядит очень здорово кому какой-то товар пригляделся то ссылка в описании автокомпоненты город тольятти ребят очень много вопросов по поводу где я заказываю детали запчасти ништяки на двенашку автокомпоненты город тольятти ссылка в описании переходим смотрим заказываем у ребят вот такая вот серия у нас получилось 20 серия была спасибо всем кто смотрит поставьте лайк подпишитесь на инстаграм в инстаграме там очень много всего интересного связанная с двенашкой вообще автомобилями также не забудьте посетить сервис карвега по покупке и продаже авто так что карвега ссылка в описании тоже все ребят спасибо огромное это было 20 серия двенашка пушка мы продолжаем проект следующий этап это у нас будет стойки с занижением и выхлоп всем пока спасибо ребят огромное за поддержку мы часто слышим от людей на улицах зачем-то громко слушать тачки музыку я замечаю улыбы на лицах ребят когда их зовут авто безумцами